Музыка Юрий Васильевич Пинов Известный ивановский футболист Известный ивановский тренер Человек, которого болельщики Владимирского торпеда Выбрали самым успешным тренером в истории Владимирского футбола Юрий Васильевич, которому буквально некоторое время назад исполнилось 75 лет Юрий Васильевич, наше поздравление Спасибо Как вы себя сейчас ощущаете, перейдя вот эту вот такую Ну не то что рубежную дату, но значимую дату в жизни каждого человека Да, ощущать, я не знаю как ощущать, как другие ощущают Конечно, возраст вроде бы большой Если смотреть с точки зрения вот именно лет То это путь проделан огромный А с точки зрения души, с точки зрения того, что творится там То, что значит в мыслях, то конечно этого не ощущаешь Ну я думаю, это и любой человек, наверное, так Потому что ты живешь, ты творишь, ты делаешь, ты думаешь Ты думаешь о будущем, ты вспоминаешь прошлое Что-то сопоставляешь, что-то хочешь сделать еще лучше Вот поэтому не смотришь на какие года, когда тебе вот действительно Ой, юбилей в газетах, почему? Ой, 75, я думаю, гелуки-палки Значит, я вспоминаю, значит, 50 лет Это 10 лет в торпедо С 40 до 50 И 50-летие свое, когда мы отмечали, значит, так В команде и круглого, как говорится, наших менеджеров Или как вы говорите Руководителей Руководителей, директоров и так далее Да, вот это вот было, да Такое значимое, я бы сказал, событие переломное, что ли Такое мудрость от детства, юношеских лет и уже взрослых лет И уже как бы, да, вот тут можно что-то говорить А вот эти 25 лет от 50 до 75 Ну, я не знаю, они как-то пролетели так Вот, как говорят, не проходят, словно чаек стая В тренировках и без памятствий кружась Вот это тут можно было сказать И все И 75 И сидишь Думаешь, что ли плакать, то ли смеяться А мы не плачем, не смеемся Мы просто работаем немножко, потихоньку Здесь, в Камешках В которых, значит, в последние 8 лет Я переехал Ну, так у меня трагедия в семье была Но я об этом не хочу сейчас поговорить И не место, наверное Вот и переехал сюда, живем Прекрасно Вот здесь 6-4 километров от Камешек Поселок Артем есть Прекрасный дом всех разных отношений Вот такие дела Так что 75, я не знаю, как оценивать с точки зрения моего Я, по-моему, высказался более весомый и значимый По-другому я никак себя не ощущаю И снова в бой, покой нам только снится Покой не только снится Он вообще не нужен Согласен Илья Васильевич, вот вы родом из Иванова Нет Это ошибка Ошибка Так В общем, у меня тетс военный Ага Вот И он по долгу службы был начальник погранзаставы Погранзаставы он был в Печенге Это в Мурманской области, это на границе с Норвегией Вот он там был А я родился в Ухте Понятно В столице Коми Коми АССР Раньше, да И у меня и в паспорте было Коми АССР Вот Моего месторождения Вот А так вот я жил в Печенге до 6 лет Он сказал, пока отца не перевели, значит, в Иваново Ему предлагали 3 места, значит, он сам родом из Нижнего Новгорода Рязани, Иваново и Нижний Новгород Он серединку выбрал, говорит, в Нижнем Новгороде Уже отец, ну, дед мой или бабушка, там они умерли уже, значит, по возрасту Вот, в Рязани не захотел, но был Иваново И в город невеста вроде выходили, женатый был Ну, тем не менее, значит, поехал в Иваново И вот он был в инкомате, работал начальником 3-го отделения Ну, там, деофицировали у него все Вот это Я с ним переехал в первый класс, как раз я пошел в Иваново А вот какие-то детские воспоминания из Печенге остались? Еще бы не остались Это рассказывать, это мы очень долго затянем Ничего страшного, мы все абсолютно свободны сегодня Ну, что я могу вспомнить? Я могу вспомнить, вот здесь сначала жили в землянке Что вставали утром, вся вода замерзшая Вот так вот Вот это вот, с рассказом матери Ну, я и то немножко так вспоминаю Вот, а вот когда я немножко постарше стал, я что помнил Мы выходили, ну, мы уже жили там, там домишки такие небольшие были Вот, жили А тут стадион И у меня вся жизнь-то вот, вся жизнь была только на стадионе Мать у меня была спортсменка Ну, а как спортсменка? Она лыжница была Она бегала на лыжах Там соревнования проходили Ну, солдаты, кругом одни солдаты Что там для, это значит, понятно Погранзаставы и так далее Вот Мальчишки-то мужики Я думаю, мальчишки, как это Я сейчас могу считать мальчишками Они играли в футбол, гоняли этот мяч Ну, а я подавал тебе мяч, убедал Да, и вот Все занятия-то было, мячи и все Ну, вот, мать мне рассказывала Один случай был со мной Значит, я солдат Солдат-то в няньках был Они же мать-то у меня медсестра Вот, отец Погранзаставу начальника Меня солдатом вставляли На завалинке, значит, на солнышке Солдат уснул А я ля-ля-ля, топ-топ, три года А там, там жарко, все Я провалился, там меня вот Через два суток меня нашли Ну, выжил Вот это был случай такой интересный Это был случай, да Но это со слов родителей Если я что-то наврал, то они уже не подтвердят Понятно А вот уже, когда, наверное, переехали в Иваново Пошли в школу, начали заниматься в футбольной школе Нет, и опять не так Значит, приехали, да Первый класс, но мы поменяли пока отцу Дали квартиру Мы тут три места Я три школы поменял Ну, сейчас говорить, какие школы Я думаю, нет смысла Смысл нет, конечно Да И вот в четвертой школе Это была 46-я средняя школа Мы жили на Первомайской Там Это был у меня уже третий класс Вот третий класс Вот мы жили в 46-й школе И вот я там занимался Но занимался в школе Как говорится, там Учитель физкультуры Ну, я с ним занимался Там баскетбол, там и волейбол Ну, как и все Как и все В общем И сейчас, наверное, дети тоже Завели баскетбол Ну, вообще, легкой атлетикой Семь занимались Семь ведминспорта Вот И начал выбирать, в чем занимался Ну, футбол, естественно Во дворе С утра Там игра улица на улице Двор на двор Понятно, там Мы это все смотрели Мальчишки сами участвовали Если кого-то брали Но И вот момент-то был такой интересный Значит Или пойти Ну, как же Собираемся Пошли куда? В бокс пошли Я в неделю в боксе был Мне морду разбили, извините за выражение И я, значит, взросл Да, кровь пошла И мне неинтересно Пошли в легкую атлетику Две недели позанимался Ну, что бегаешь Тоже неинтересно Меча нет Неинтересно Опять неинтересно Потому что Привык к мячу Солдаты бегали Я мячик подавал Его не хватает Вроде бы того, что Ну, это я так сейчас думаю Что я так думал Не знаю Так вот Ну, не понравилась мне Легкая атлетика Вот Баскетбол Волейбол Росточка мне вышел Извините 176 Рост Это средний рост Надо Все-таки побольше Атаковать И так далее Ну, короче говоря Футбол А футбол-то Как? Ну, в школе Да Значит, в дворове футбол С утра до вечера Возьмешь этот мяч Там Ну И пока Мы жили Нет Мы жили в одном дворе Там 8 квартир И там сараи у нас были Вот Ворота мы сделали Там с мальчишками И вот я бил Там В шесть утра встанешь И вот долбишь По этому забору И там Жалобы Так И отец Один разозлился Мячу меня и зарубил Чтобы я больше не колотил Там были слезы Ну, как-то Все это прошло Мать меня поддерживала В этом плане Что я занимался Футбол И где-то в четвертом классе Я уже до слез Материал Я говорю Вот Веди меня в секцию Заниматься На тексильчик А до тексильчика Надо было идти Километр четыре А если я на трамвае Там их далеко А так вот по прямой Вот так На четыре километра Где-то надо было идти До тексильчика До стадиона Все-таки я его уговорил И вот он меня туда привел Ну, вот Но до этого До этого Буквально в сентябре месяца Отец меня привел В январе Это какой год? Это был Ну, четвертый класс Считайте, сорок седьмой Плюс семь лет Это Пятьдесят третий Пятьдесят пятый Пятьдесят пятый год Пятьдесят шестой Может быть Пятьдесят шестой Если всего Вот Он меня Я С другом Пошел в Динамо Ну, там всех брали Пошли туда Побегаем Они занимались пожарки Вот я там полгода был Играл за Динамо Первый такой Первый мой Футбольный опыт В детской команде Это была вот команда Динамо Ивановской области Вот Мы играли За Динамо Там у нас был Тренер Какой? Алебастр Игорь Сергеевич Он был Учитель истории А занимался В футболе Нравилось ему Это генобармистров Я ему помогал Как запомнил В памяти детской Вот Вот они меня Подтянули немножко Ну, я нападающий Забивал Текстильщик Значит, увидел Мальчишка-то Неплохой А Там же Группа Сформирована Раньше Это сейчас Пошел Представляете Зальчик был Ну, побольше ты раздевал Конечно Раза в два Ну, вот такой зал Это вот Я не знаю Напомню, что мы находимся В раздевалке Футбольного клуба Ютекс Да Это вот как я был Тут встречался С детишками Во второй школе Вот здесь В Канеже Вот Роман знает Вот Там такой зал Я зашел Говорю Опа Как будто в Ивану попал Надо же Ёлки Такой зал Как мальчишки И мальчишки Там Мы там бегут И вот Представляете Тренировка Значит Была в 7 утра Если вот Идти Мне 4 километра В фургу Хоть в дочь Хоть в слякоть Вот мне надо было Встать в 6 И к 7 И прийти на стадион Вот Бегал Это было интересно Это было очень интересно Я не знаю Как сейчас Почему сейчас Вот этих наших Молодых А потому что У меня не было Мобильников У нас не было Такой связи У нас не было Такого общения Что Вон там Где-то По вертикали Я там Или где-то По горизонтали Я кого-то вижу Кого-то не вижу Я могу включить Что хочу Я могу поговорить Я могу тебе Смейску послать И так далее А я как Должен общаться Я должен с тобой Общаться Я должен тебе прийти Вот Или мы подраться Должны Что должны сделать Мы что-то должны сделать Вот Или футбол Давай играй Давай Кто кого Вот давай А когда вы поняли Что вот футбол Вот это ваше И возможно На всю жизнь Трудно сказать Когда я это понял Вы все Вы знаете Если вот Если вот так вот Прям перепрыгнуть Когда я это понял Меня когда Взяли в команду Ну я Очень большой этап Перешел Я не знаю Мы будем Об этом говорить Или нет А когда мне Взяли команду И мне заплатили Первый раз Это 10 рублей Я говорю Сейчас у футбол Деньги платят Вот Поэтому для меня Было главное Играть Все такое Деньги Отец мне категорически Еди на завод А я закончил уже технику У меня уже Мастером участка был Вот Потом меня Мастером церкви хотели Уже сделали Это самое С директором Я вызвал Ну так учился нормально Вот И с перспективой Как раз Компьютерная техника Началась Я должен был Ехать в Болгарию Как молодой специалист Нужен там И развиваться Дальше И Конечно И вдруг Вот к этому времени В 65-й год Меня бил В сборной России Это была сборная надежда И Там у нас Через год Должен быть финал Хочу В сборной Игры И так далее И так далее И мы Да И вот Полтора года Вот я Был Вот эту сборную В то время Когда вы занимались В школе В футбольной школе Насколько это легко Давалось Не было ли желания Бросить это все Забыть о футболе У меня такого Не было Я вам честно скажу Не было Наоборот У меня желание Все больше и больше Было бы лучше играть Больше Забивать И так далее Я же в детском По футболе Я был нападающий Потом Когда в команду Пришел Мне поставили В средней линии Ни в коем случае Наоборот Все свободное время Было занято Именно футболом Ну не знаю Почему Так случилось Так случилось Так сложилась Жизнь Так я видел Своё Значит На видимом Предназначение В этой жизни Что ли Я не знаю Но честно скажу Что Даже в команду взяли Не думал Что я За это мне будут Платить Но неужели Не догадывались Не догадывался Не догадывался Вообще Я потому что Я работал И за работу Мне платили деньги Я знал Вот это У меня был Участок Зубо-фрезерных станков Извините Холодной обработкой И так далее У меня было В подчинении Уже там Кольца 20 мужиков С бородами Я пацан Ну чё пацан Закончил технику После семилетки Я пошел Закончил Это одиннадцатый класс Это первый курс Института Я поступил Энергоцитута Как раз И тут я получал Я понимал Что я зарабатываю Заработ И тут Футбол Ну футбол Ну футбол Да Знал что там Работать Пришлось бросить Бросить сразу Ничего подобного Ничего подобного Вот я был Полтора года Был в этом На сборах Наши Не то что мы там Жили постоянно Нас уют То в Москву То в Петербурге То еще где-то Раньше По всему Советскому Союзу Перемотались Наверное Да Ну Сбор Это были У сборной России Мы Нас сначала Отобрали Нас товар Там Валера Горнушкина Я Этот Все путаю Слоняна Карамян Карамян Вот Мы троем Нас взяли Потом Нас оставили Горнушкина Нас оставили И меня В сборной У нас 18 человек Было Тут Мы Значит Остались И мы Полтора года Вот Были в сборную Наездом Я приезжал Работал А потом Меня вызывали А потом А потом Атибородатые Мужики говорят Он футбол играет А мы с него работаем Нет Такого не было Потому что Что вы Там Сверху сказали Там То самое Там есть Кому Заменить Меню Уехал я Там На две недели Бывал Ну Сам Больше на три Наверное И тогда Больше не было Это в потом Финале Мы там Где-то Полтора месяца Были Это Но это Был уже 66 год Когда Мы первое место Завели Чемпион России Стали Вот тогда Где-то Я полтора месяца Пропустил И то После этого Я пришел Директор Меня вызвал Говорит Давай Ты или едешь В Болгарию Или ты будешь Заниматься Своим футболом И ответ Ненова Ехать в Болгарию Ехать в Болгарию Серьезно А кто Меня Напрашивал И тут Друг Отец За меня Уже Решил Мой футбол Значит С другом С каким-то Переговорил И мне пришел Вызов из Норильска А я молодой Специалист Я еще не мог Уехать никуда А там договорились Они без своей Все порешали Да Выше Я должен ехать Норильск В это время Я еще женился Тут Это самое Вернее не женился Еще Но уже Девушка была Ехать Как Норильск Ну А что делать Ну Выбрать Нет Отец Сказал Надо ехать Надо Деньги зарабатывать Что-то Тут Это самое Быстро Что-то Я с этим Футболом Что-то Получается Ой Как Обидно Было Ну Все Ехать Ехать Я тоже Добро Дал И этот Вызывает Значит Болгарию Надо ехать Я тоже Добро Дал О чем Ехать Ну Давайте Я говорю Я не знаю Потому что Вы понимаете У меня же Отец Я как Я Не знаю Как С ним Вспорить Мама Я еще мог Поговорить А с отцом Ты что Да Такой жесткий Был Ну Ну Понятно Вот это жесткое Воспитание Помогло Вам Потом Жизни Очень Помогло Вы понимаете Какие-то Моменты Тяжести Я вспоминаю Вспоминаю Как он Как он Трудил Что такое Погранзастава Я вспоминаю Даже 5 лет Все время Напряжение Все время Беготня Все время Это все Встал Это Встал Зарядку Делал Сюда Приехали В Иваново Он инсульт Перенес Перевелит Просто Так же Зарядку Делает Себя Держит Себя Сто Ну Глядь Не очень Попробуй Себе дороже Будет Себе Дороже Может быть И дороже Было Ну Так Вот Как-то Я не ощущал Заботу Я ощущал Но Видимо Направление Было Четкое Жесткое Что-то Ты давай Куда Прибейся Что-то У тебя Одно Второе Третье Матича Меня понимала А отец Нет Он Ну Все Раз Не получается А потом Он Говорит Что Ты будешь Мяч гонять И что Ты будешь Гонять Этот мяч Что От этого Толку От этого Какого То есть Он Не то Чтобы Не любил Спорт Он Не понимал Ну Конечно Ну Как Это Футбол На самом Деле У нас Не было Профессионального Футбола У нас Что Был Средством Нас Информации Нас Так Уж Рекламировали Везде Да Кто Любил Футбол Да Все Ходили На Футбол И отец Ходил На Футбол На Тех Ходил Ну Чтобы Я Играл Как Это Не Понимал Честно И когда Настал Тот Момент Что Вы Поняли Нужно Выбирать Так Выбирали Вот Без Меня Меня Женили Будем Решает Тренер Юрий Иванович Забродин Главный Тренер Текстильщика Заслуженный Тренер Кстати Мы Да Мы Тренировались Мы Были В команде При Команде При Команде Мы Ни на Старте Ничего И вот Когда Вопрос Встал Я Уезжаю В Болгарию Они Не знали Что У меня В Норильск Лежит Вызов Это Вообще Было Быстрее Уехал В Норильск Там Уже Договорились По своим Военным Связям Туда Сюда Там Было Серьезное Дело А Тут Директор Завода Ну Не знаю Просто Когда Выиграл Особенно Кубок Чемпион России Кубок Надежды Мы Выиграли У меня Портрет В Повесили В Проходной Завод А Завод Завод Старко 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 Это Не то Что Нынешний Завод Как У нас Был Трактор Когда Я приехал Сюда Ну Давай Вот Мы Тек Специалист Болгария Сейчас Нам Нужно На автоматических Линиях Начиналась Зубо-фрезерная Обработка Вот Вот Такая Была Остановка И Вдруг Меня Юрий Иванович Завродин Очередная Тренировка Очередная Приехали Мы тут С этими Кубками Со всеми Делами С медалями Вот И у нас Вызывает С Гарнушкиным Я Возберу Состав Коман Доклад 110 Рублей И Я говорю Юрий Иванович А я Молодой Специалист Как Это Твое Дело Сейчас Я знаю Через Обком Все Решили Все Какой Специалист Будет Отрабатывать Как Молодой Специалист На Футбольном Поле Пусть Зарабатывает Славу Ивановскому Текстичку Вот Это Была Постановка Вопрос Какова Была Реакция Отца Реакция Отца Не знаю Какова Моя Реакция Отца Отца Ну Как Отец 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 То Что Мать Есть Понимаете Голова То Голова А шея Это Повернулась Нет Юрк Хочет Значит Пусть Играет По тем Временам Ивановский Текстичек Очень Сильная Команда И Пробиться Туда Было Наверное Сложно Я думаю Что Вот Где играл То Большой Вшиннике Текстильщик Иван Ну Кострома Немножко Конечно Ниже Была Тоже Ореха Зоя И так Много Перечитали Команды Факела Воронеж И так Далее Вот И мы Конечно Были На уровне Я имею Ввиду Ивановский Текстильщик В том Виде В котором Куда Я влился Как Молодой Играл Понимаете Они играли Очень Неплохо Очень Неплохо Играли И у них Результаты Были Хорошие Всегда И все Поэтому Вот И потом Забегая Вперед И мы В первую Лигу Там Вышли Я уже Сам Играл Вот Первая Моя Игра Была В 69 Году Только В 67 Меня Зачислили В 68 Сыграли Первый В 68 В Кутаи В Тбилиси Меня Выпустили На один Тайм Меня Подпустил Понятно Что это Было Не Динамо Тбилиси Против Которого Вы играли Нет Не Динамо Там Там Было Две Команды Локомотив Наверное Скорее Всего Я сейчас Могу Перепут Ну Точно Это Тбилиси Потом Я Подпустил Потом Стал Выпускать Я Буквально Где-то Середина Сезона Я Уже Когда Вы Начали Играть То Что Сейчас Поменули Тбилиси Вот Поездки Такие Дальние Выезды Самолеты Автобусы Поезда Вот Как Обустроен Был Быт Футболиста Того Времени Как Мы Сейчас Находим Так И Объяснить На самом Деле Это Панцирные Кровати Приезжали Да Ну Если Например В Ташкент Приехали Нас В север Заселили Куда-то В пустыню Там Прыгали Тараканы Ползали Ну Не Тараканы Там Жуки Какие-то Ползали Не Отапливали А Что Там Отапливали Когда Там Жара 50 А Ночью Прохладно Вот Так Вот К примеру Приезжаешь Иногда Жили Даже В спортивном Зале Приезжали Также В спортивном Зале Так Это Уже Это Уже Было В 70 Год Это Мы По-моему Приехали Ну Вспомните Должен Помнить Ничего Не Помнишь Суба Иванова Должен Помнить Ничего Не Помнишь Должен Помнить Я Я Рассказывал В Пинзу Ну Куда Ты Туда В общем В спортивном Зале Гостинице Все заняты Были Вот Приехали Современным Футболистам Это Наверное Даже Не Представить Конечно Нет Ну Что Сейчас Мы Тебе Носочки Постираем Бусы Вычистим Поставим Все Развесим Вот Я Какой А Я Что Должен Прийти Посмотреть А Вдруг Меня Не Поставить Как Хорошо Елки Палки Ну Хорошо Просижу Сезон И Хорошо Деньги Идут Хорошие А там Ведь Сами В холодной Воде Мыли Бутсы Стирали Форму Питались Как Бог Пошлет Нет Порой Или Как Ну Как Да Конечно Так И было Ну Так И было Ну Что Вспоминать Плохое Будем Вспоминать Хорошее А То Что Было Так Оно И Было Все Бутсы Сами Ножом Шипы Делаю Потом Медаллические Ввертую Ну Все же Это проходили Я же Это прошел Естественно И Бутсы Готовил Одни Бутсы Как Медаль Или Как Кубок Стояли У меня Всегда Сливочным маслом Намазанным Если оно Было Заканим Ну Все Это Проходили Ну Это Жизнь Это была Наша Жизнь А Что Так И Ничего Такого Не было Потому Все Так Было Но Эта жизнь Она Закаляла Людей И Мотивировала Что На Ваступление Нет Ну То Что Мотивация Была Зашкалена Это Одно Во-первых Трибуны Были Всегда Полные Билет Был Не Достать Был А Вот Что Там Со Всех Сторон Лезли Как Что Все Битком Забито Там Торсида Как Говорит Сейчас Торсида Где-то За Рубежом Там На Арсенале Вы Играете В родном Городе Все Ваши Друзья Знакомы На Трибунах Не Схалтуришь Халтуришь Ну Как Халтурить Вы Понимаете Если У тебя Заложен Халтури Ты Будешь Халтурить У меня Не было Наверное Заложен Халтурить Если Я мог Я Играл То Играл Были Довольны Сколько Времени Вам Потребовалось Чтобы Пробиться В основу Ивановского Коллектива Полгода Полгода Я Целый год Уезжал Я Тренировался С ним Тренировался Игроки Это были И Бакшин И Щебров И Абдуриманов Потом Он уже В Москве Работал В спортивном отделе Там Взбавлял Спорт Это Область Московская Да Ну В общем Это были Потом Шешес Пухов Там Нападающий Бомбардир Там Ребята Уезжали И в Зенит Забрали И так далее Так что Команда была Очень сильная Хорошая Пробиться Очень тяжело Да Вот Вы сказали Что начинали Как нападающий Потом стали Полузащитником Это из-за того Что нужно было Найти место В составе Или какие-то Ваши таланты Раскрылись Им на этой позиции А вот Вы знаете Талант Наверное Должен был Досковать Тренер Все-таки Понимаете Да Я был нападающий В детско-юношеском Футболе Я был чисто Нападающий Центральный Нападающий У меня и номер Был девятый Я очень любил И с этим номером Матьки у меня Многие Сейчас лежат Вот Под девятым номером А пришел В команду Мастеров Там Тебя не спрашивают Куда тебя поставят Там и должен Та играть Но вратарем Надеюсь Не были Вратарем Не было Никогда Вратарем Не было Хотя Сейчас Может быть И вратарем Стоят Вот сейчас Временный Футбол Ты должен Уметь В защите В обороне Все-все-все-все Это понятно Это развивается Ну все Это совсем Другое А тогда Да Амплуа Той-эмплуа Где-то Должен Мне определили Я правый Полузащитник Был Я был На протяжении Наверное Лет 6-7 Правый Полузащитник Потом Я уже По нападающему Такое Немножко Изменилась Структура Уже Стало Меняться Начали думать После Бразильской Системы И так далее И так далее И уже Начали Виды Изменять Переставлять И я уже Немножко И опыт У меня Уже Был Вы Сыграли За Ивановский Коллектив Чемпионатом Почти что 500 матчей Забили По-моему Там 70 С чем-то Мячей И эти рекорды Очень долгие Колесуха По-моему Забил Ну Когда он Играл Побил Ваш Рекорд Еще Там Количество Мачей Вот Неужели Не было Приглашений Из других Клубов А что Рассказывать Что Не то Что Были Приглашения Я уже Уехал Я Семью Перевез Сюда В Донецк Базилевич Сальков За мной Приехал Лично Все Сафрону Раньше Забрали Сафрону 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 Его пораньше Забрали На год Он туда Уехал Я еще В Казах Поехал Пискарь Спартак Ушел Я остался Там И вот Мы там Играли Как раз Игру Последнюю Я там Сыграл Неплохо Видимо Сыграл Пришли Пригласили За мной Приехали И мы Поехали С женой Звягинцев Перешел С СК У квартир Трехкомнат Поселился Сынишка В детский сад С иностранным Клоном По тем временам Донецк Очень понравился Город Рост столько Был Я всю жизнь Столько не видел Рост Но К сожалению Приехал Я Уже Мебель Бросьте Не надо Никакой Мебели Мы Новое Купим Все Сделаем Но Все равно Надо было К родителям Как-то Забрать А меня Под белые Рученьки И в армии 27 лет 26 Вернее 27 Последний Возраст А я же В институте А я все тянул Декод Раз Академический Раз Двадцать лет Ну как Андрея Ну сколько 20 лет У нас учился В институте Ну я поменьше Восемь лет Энергоинститут Но все ушли Мы шесть человек Поступали в энергоинститут Все ушли в ПЕТ Ну как же У нас Все-таки Мы Футболисты Энергоинститут Упертый Вот я Оказался Нет Я закончил Энергоинститут Хотя Лампочку Сейчас включить Могу Это шутка Такая Да И вас под белоруки В советскую армию У меня прямо Это самое Ну а Там понимаете Там Украина И Россия И все равно Они спорили С футболистами А Юрий Иванович Имел вес Забродит Имел вес В управлении Футбола Там ее друг Работал И вот Все вычислили Когда еще прилетает Самолет Ну все же Как же Так Известно Нет Известно Вот это сейчас Все известно Тогда еще неизвестно Когда там прилетели Еще наследили И утром Пойдем не улетать Потому что Был шесть А там наряд Милиционеры Два военных Все Я забыл Я должен был подписать Что я остаюсь В Иваново В российском Больфе Что делать Или ехать В Хабаровск Пска Или служить Пска Пска Ну конечно Какой служить Мало ли Показательную порту Решать делать Ну конечно Я бы проходил Курс молодого бойца Хотя в Донецке Я предупреждал Мне говорят Там Генерал Пройдем Тут Все Пройдешь Ты Присягу Примешь Ну так и было Так и было И ничего Такого особенного Нет Но В армии Надо было служить Вот Оно Так получилось Что у меня Возраст Потом Пока Сэрбольда Весь сэрболь А мне 27 лет У меня 4 января Так Птянули А меня Как раз Взяли Под белые ручки У меня Стало Присягу Присягу давали Присягу давали А какой присяг Когда я даже Не служил Я говорю 27 стукнул Все Мне уже билет А уже У меня Под первые бремя Что я Остаюсь И так Жена Так Понравился Донецк Дожила Вот до сегодняшнего Где Донецк Где Иваново Где Россия Где Украина Так Понимаете Человек Предполагает Все Не делается Все К лучшему Получается Но Извините Футбольную Карьеру Я потерял В высшем Дивизионе Я не поиграл Это боль 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 Я знал Что я могу Больше А я Играл Боль У нас Не было С Ивановцами Никак Не могли Договориться Чтобы вас Отпустить В какой-то Другой клуб Хоть в России Хоть где-то А куда В Россию Бежать Это Ну Нет Я хотел У меня Жена Из Питера Она Постарше У меня Была Она блокадница Вот И потом Все погибли У нее Она Домовская И она Говорит Если я Куда Поеду Это Донецк Не получило Только в Питер Вот Были Такие разговоры Про Москву Даже Не хочу Это Вспоминать В Питер Вы понимаете Если Вот Я В начальной Стадии Вам Сказал Что Я Даже Не Представлял Что За футбол Еще Платят Деньги И После Того Как Сколько Поколений Сменилось С кем Мне Пришлось Встретиться С кем Как Меня Старшие Значит Это Самое Втаскивали Как Даже Фразу Ты Давай Молодой Бегай Пока Бегай Хотя Бегай Потому Что Меня Говорит Не Буду Называть Фамилии Меня Силем Не Хватает От Штанги До Штанги А Ты Бегай А Потом Уже Все Тебе Все Остальное Прилепится Ну Я И Бегал Бегали Хорошо Бегали Ну Да Были Какие Моменты Хорошие И И Момент Окончания Футбольной Карьеры Как И И И Было Решение Принималось Очень Сложно Все Таки Энергоинстит Закончил Вот И Меня Я говорю Ну Я же Не Работал Что По Самым Представляете Это 67 Год И 79 13 Лет Да Футбол 13 Даже Ну Я Не Считаю Там То Я Был До Этого 65 Года Все Эти Я Не Беру Я Беру Меня Наставку Поставили В 67 Году Я Беру До 79 79 Это Ушел Ушел Ноябре Месяце Да Из 79 Году А Куда Я Ушел Я Ушел В Высшую Школу Тренеру И То Сечения Не Ушел Ушел разговаривали, а где тут сейчас, потому что трудиться-то больше. Я говорю, ну, вот мне предложили быть вот как раз компьютером. На заводе. Нет, не на заводе, а в институте, в энергоинституте, где я и учился, в компьютерном отделе. Там был болельщик такой, а там будущее. Будущее, я тебе возьму к себе, будешь моим замом. А впоследствии будешь руководителем. Живешь лабораторию, энергоинститут. Ну, не плохая была бы перспектива. Одним числом смотрю, как энергия была, все эти самые компьютерные техники, так было бы нормально все. Я бы не потерялся, наверное. Наверное бы не потерялся. Да сто процентов бы не потерялся в этой жизни. Но получилось, как получилось. Поговорили с Гришиным. Он говорит, и у нас был Иван Николаевич Швецов, это председатель спорткомитета. Такой сильный, он староста был всех этих, как говорится, обществ наших. Староста был всесоюзным, как мы его называли. Да. Вот. И он тоже предложил. А у нас был пересекаря в Комму партии, он ушел в его Министерство легкой и текстильной промышленности. Вот. И вот мне Гриша-то спрашивает. Швецов говорит, что ты еще сезончик поиграешь? Или какие мысли? Я говорю, что предлагают энергоинститут. А у тебя самого чего? Я говорю, что хотел бы продолжить тренер. Быть тренер по футболу, быть в футболе. Я говорю, что у меня знания-то какие? У меня энергознания все-таки такие. Ну, этот вопрос поправим. Ну, не знаю, поправим, давайте думать. А по тем временам попасть в Ишита это было очень сложно и даже невозможно. Это был второй или третий. Сейчас могу соврать, но второй или третий. Там такие величины заслуженные. Ну, с кем мне пришлось встречаться? Да. Это и с Яшином, это и с Стрельцовым. Ну, очень много. Там это и Маслов Валера. Ну, это... С Непомничем мы в одной комнате жили два года и... Ну, много фамилий. С Непомничем вы познакомились тогда? Да. Познакомились в 79-м году. Вот я поступил. Вот. Ну, там собеседование. Там экзаменов не было. Там собеседование. Мне даже стыдно сейчас, когда со мной разговаривали. А я даже не знаю, что этот процесс, как он в общем... Я с точки зрения футболиста рассказываю. А мне говорят, да... А как вы, а ритмии? Что такое? Как это? Что такое? В 90-м году, во время одного из матчей, то ли с Металлургом Липецким, то ли с Ростовским СКА, на стадионе Лыбедь, строитель тогда еще, наверное... Строитель был, да. В гостевой ложе появляется Валерий Кузьмич Непомнящий. После чемпионата мира, где сборная Камеруна сделала фурор и появление Непомнящего, был фурор Владимир. Это тоже. То есть просто пригласили? А что приглашать-то? Он приехал. Приехал. Я говорю, Валерка, ну как он? Валерка, Валерка, Валерка. Валерик Кузьмич. Ага. Я говорю, слушай-ка, надо бы выступить вот тут по старой дружбе. По старой дружбе. По старой дружбе, тем более ты такой, знаешь, мальчик. У него в то время дочь выходит замуж. Мне надо было немножко помочь. Я туда поехал. С автобусом. Такие наши, как говорится, дружеские дела были. Он сразу согласился. Вопросов нет. Я говорю, приеду, только мне по времени будет. У меня его действительно разрывали. То там надо выступить, то здесь выступить. И буквально, наверное, к одним из первых он приехал во Владимир. Так что это было нормально. Почему? Мы жили два года. Душа в душ, как одна семья. Но с другой стороны, в том же 90-м году вы, по-моему, пропустили один или два матча, когда улетали на чемпионат мира в Италии. Было такое дело? Ну, было такое дело, да. А на матчи Камеруны попадали? Или только на Советский Союз? Были на Камероне, да? Были на Камероне. Но я с Кузьмичем не виделся. Потому что там, конечно, добраться было, сами понимаете, очень сложно. Мы тоже, конечно, были. Было у нас 24 человека в делегации было. Мы жили там. Ну, хорошо. Ну, все хорошо, да. Ну, первый, конечно, чемпионат, мы больше запомнились в 86-й год, когда я в Мексике был на чемпионате мира. Там 11 человек нас ездил тогда. Туда. Вот. Я запомнил, когда я сидел, когда Марадона забил этот гол. Рука бухая. Я сидел буквально. То есть вы были на игре Аргентина, Андрея. Да, да. И вот Марадона рукой забивала. И вот, представляете, и он подбегает сюда, к этому Флажкову, радуется этому голу. И тогда, ну, мы же враги, он рукой забил-то. А что, судебный свистит? Ну, а кто тут? Ну, все рот кричат, и мы кричим. Юрий Васильевич, вы тренер команды, которые Марадона забивают гол рукой. Вот ваши действия. Что бы вы стали делать? Я тренер, который, конечно, радовался. Гол забили, хорошо. А если бы наоборот? А если бы наоборот? А может, головой забыл? А как? Я же не знаю. Я вижу вроде рукой, а вот головой. А как? Так. И никто не видел. Как вот? Половину видит, половину не видит. Суни-то не видели. Сейчас Варов не помогает. Так я и говорю. Вы понимаете? Не то, что он там сыграл. Ну, так получилось. Вот так вот получилось. Получилось так и получилось. Как получилось. Рука Бога. А хрена за. Может, ну, по Богу здесь. А Макш на самом деле. Вот так вот. Вот так вот. Вот это в историю вошло. И все, и все. И вы были на этом историческом матче? Был. Все, был. Так я как был? Конечно, я был. Ну, самое обидное было. Мы прилетаем, а наши улетают. И мы в аэропорту встречаемся. Наша делегация прилетает, а наши в это время, пока мы летели к самолете, мы не знали, что они проиграли. И мы проиграли. И мы проиграли 3-4 Бельгии. Да, круто. А мы этого не знали. В дополнительное время. И мы так и опущены идем, да. Игра была ночью. Репортаж вел КТ Махарадзе. Ну, это вам виднее. Ну, это вам виднее. Мы виднее. Вы в это время летели. Мы в это время летели. Даже не знали. Даже не знали. Мы хотели, мы знали, что игра идет. Но ничего, никакой информации нет. Ребята были убиты, конечно, в аэропорту, наверное, да? Ребята, да, да. Они, ну, как, ну, сидят, по-новому сидят в куче. Хорошо. Вы поступаете в Ашита. Насколько было сложно учиться? Очно? Заочно? Или такое понятие заочного обучения не было? У нас не было заочного обучения. У нас было 2 года очного обучения. Очень напряженного. Очень продуктивного. Очень значимого, я считаю. Потому что знания давали такие мастера своего дела, что с точки зрения анатомии, с точки зрения психологии, с точки зрения технико-тактической работы, с точки зрения, значит, ну, как вам сказать, общения, что ли, с коллективом и так далее, и так далее, и так далее. В общем, было очень много встреч. Было очень много практических занятий. Было очень много, значит, выездов, записей и так далее. Понимаете? Был же год 80-й, год Олимпиады. Там были все задействованы. У нас, вот я в данном случае, я не был задействованы. Я в единственный, единственный раз из семью съездил на юг. Вот в этот момент. Потому что там надо было что-то носить, так сказать. А почему не приняли участие в организации Олимпийских игр? Нет, ну там, понимаете, там дело такое было, что мы должны были, вот кто хотел, мы должны были, вот где-то мы жили. Это было, это жили, как уж, ну, где стадион «Локомотив», вот здесь, в Черкисово, недалеко от Вышита, как раз. И мы там еще не до Черкисова, но стадиончик свой. Там была какая-то, то есть, то ли, атлетика, это, ну, что-то, какой-то, я не знаю, вид спорта. И мы должны были, да, и мы должны были там, вот кто-то, мы должны помогать, потому что мы там жили, мы должны были вот так. Ну, да, как там было, вот это все. Я говорю, не знаю, я говорю, мы с Сибиром. Ну, возможность была уехать, значит, кто-то уехал. А то остались, мальчишки там, работали. Ну, бью-бью, конечно. Ну, понятно. Ну, так уж там. Вот сейчас тренеров готовят заочно, за два, за три месяца, и требуют от них результата. Это, это не учеба. Вы простите, я, я считаю, что это не учеба. Я вот, ничему бы там не научил за три месяца. Я только, ну, правда, вы, вы же, я вот сейчас с вами говорю, а сам думаю. И у меня же все-таки энергобалансы тут. Да, я все понимал, и все, все эти, как говорится, математики, и все такие. Это да. Вот. А с точки зрения анатомии, там, все их косточки, мышцы, там, это, биопсии и так далее, и так далее, и так далее. Я сейчас разбираюсь, я даже сейчас знаю, что такое, как говорится, креатив-фосокинозомеханизм, гекалитический и так далее. Простите, Юрий Васильевич, мы этого не знаем. Ну, это с точки зрения биологии, что происходит в нашем организме, да? Так вот эти за два года же это. Кроме того, мы же каждый день, был еще, вот, Валер не помнишь, и был еще, сам друг, он был из Луганска, вот, сейчас фамилию помню. Вот. И мы каждый день, ну, не каждый день, а на три раза в неделю, сто процентов, мы ездили в библиотеку, в Ленинскую, вот, и там, ну, занимались дополнительно, потому что все научно-методические и так далее, вот, новые разработки, немецкие и так далее, все это аккумулировали. Потом приходили, вот, на занятия, и там, там же, то, что, вот, тебе преподаватель, допустим, Яков Михайлович Коцин взял, вот, что-то, ну, профессор. Это вершина, глыба. Да, глыба, как говорится, все. Был такой момент один, я говорю, Яков Михайлович, а можно вам задать вопрос, он какой? А какую давать нагрузку, после того, как мы пришли, они все после вчера напились? Вот так взлыбался, а какую давать нагрузку? Он, значит, берет мел и пишет, на доске пишет, тренировка после пьянки, тревожное, убийство. Я говорю, а как же разгоняли, говорю, а ты что пил, что-то? Я говорю, почему? Я говорю, ну, не ябур, нет, ты сам, значит, пил. Я говорю, ну, 29 лет я попробовал, что такое, говорю, выпивки. Юрий Васильевич, ну, вот, профессор Коц говорит, что футбол и алкоголь, они вещь несовместимы. Ну, переходя на личности, был в команде Торпедо Владимир вратарь Валера Фурцева. Уникальный человек. Уникальный человек, который, вот, наверное, единственный человек, который имел право выпить перед игрой. Нет. Нет? Перед игрой не имел права выпить. Накануне выпивал, и мы ничего не могли с ним сделать. Олег Романцев его брал. Олег Романцев. Олег Романцев. Олег Романцев его брал. Вот. Он даже сидел с собой. Так он умудрялся бачок туда четверку ставить. Ну, как следить? Он с Олегом разговаривал. И никакие методы, они как бы с ним не работали. Ничего абсолютно. А ведь вратарь от Бога. От Бога. Согласен. Вот мы смотрим сейчас портрет. Видите, и Лев Иванович. И Аши же. Он бы мог быть достойным в когорте в такой же просто. Я вспоминаю один момент. Вот сейчас вспоминай просто про вас. Мы заговорили про него. Вот. Приехали приглашать из-за границы, из Чехии. В Чехословакии. В Владимир. Да. В Владимире. Вот. Он говорит, мы вот смотрим на вратарь нужен. Вот. Что он творил? Саш, ты не был, ты по-моему был тоже. Что он творил там? Мы там, вот уж все такое, знаете, кто только там и был. Ну, вообще все там. Он ловил такие мечи. Говорит, вот это вратаря мы берем. Он говорит, возьмете, он не выяснил нас. Вот. Это я же пошутил, конечно. Я понимаю, но в любом случае как бы… Это просто он характеризует его, извините. Это характеризует его как игрока. Игрока, который действительно в воротах не стоят. Он играл. Это его было выражение. Это от него я услышал. Стоят слоны в зоопарке, а в воротах играют. Это от него, потому что не его выражение, но он это употребил. И вратарь от Бога. И вы, зная, что у него такие проблемы, вы его терпите. Терплю. Полтора года. А вы знаете, почему я терплю? Потому что, когда он играет, даже неправильное решение. Неправильное. Было бы достойно такая, действительно, замена. Вот. Вот. Но забегая вперед скажу, что в конце концов он меня разозлил. Я его просто выгнул. И это случилось на выезде Астрахань-Грозный, по-моему. Я просто выгнулся. Он меня подвел. Он опоздал. Опоздал. И мы проиграли его. И просто нельзя было. Я уже все. Значит, чаша терпения моя, как тренер, переполнился. Он потом это понял. Мы потом встречались. Я, говорит, виноват, но я не мог прийти. Ну, скажи так. Я знаю, почему он не был. Хороший был человек. Хороший. Но, к сожалению, вино его тоже не сгубило. Она много сгубила. А что, всех его не сгубило? А? Это игрока-то с бомбом. Да. А я когда был, я же там, ну, так получилось, что я видел, в каком-то состоянии был. Я просто приезжал. Я как раз учился. Так что, тут про многих много рассказать. А зачем? Вот смотрите. Вот вы говорите, что терпели, но не простили в одной ситуации. Я вспоминаю другой момент. Середина 80-х годов. Москва. Стадион «Октябрь». Ответственный матч «Динамо-2». В воротах «Динамо-2» стоит молодой Овчинников. Торпеда получает право на штрафной удар в центре поля. Сафаев устанавливает мяч и начинает разбегаться. Я так, где-то примерно на этом же уровне. Тренер Пьянов. «Сафай, ты что решил?» Тренер Пьянов отворачивается. И Сафаев в центре поля забивает гол. Ваша реакция как тренера? Молодец. А если бы не забил? Ну, что же делаешь? Попытка не пытка. Понимаете? Есть такие моменты. Вот даже вот сейчас на любительском уровне, да? Вот два свидетеля, директор стадиона и Паша, лучший болельщик наш, да? Вот. В прошлом году. В прошлом году. В прошлом году. Пенальти. Я сказал, вот в этой раздевалке. Значит, у меня есть штатные пенальтисты, значит, бьет этот, этот. Вдруг, мы играем в строителя, а вы знаете, строителям три года подряд это самое. Идут, мы проиграем. Нет, сейчас был один один. Один один, да. И мы бьем в пенальти. И подходит, бить не только мы, значит, сказал. И не забивает. И не забивает. Я почему-то не кричал. Как кричал? А я забью. Ну, ты уверен? Да. Ты где-то забивал, где-то не забивал. Я, наверное, лучше знаю, кому доверить. Но вот именно забивать человека и не давать ему шанс. Я думаю, шанс имеет каждый. Даже вот в таких ситуациях. Ну, раз он решил, пусть сделает. Пусть потом он ошибет. Но это ему, ну, как вам сказать, наукой что-ли будет. Даже вот отрицательный момент, и то он пойдет в пользу. Вот это, наверное. Вот эти моменты надо как-то, ну, я не знаю, то ли чувствовать, или не чувствовать. Но это как-то надо предвидеть, что-то. А вы сейчас тренер эмоциональный? Ну, я не знаю. Игрокам лучше видеть. Игорь Васильевич, развеете или подтвердите следующий миф? Говорят, что в 90-х годах, в конце 80-х, когда после первого тайма игра не шла у команды, тренер Пьянов входил в раздевалку и в гробовой тишине разбивал стулья на стенку. Был такой? Не был. Был единственный случай, за который мне стыдно. И то это было в Костроме. В Костроме. Вот. Вперед. По-моему, Валерка как раз воротает нашу. Вот. Так мы проигрывали 1-0. Вот. И что-то там... Ну, там бутылки же мы же пьют. Ну, что-то это. Вот стоят в стакан, вот я-то что-то. Ну, может специально, может не чать, но что-то было такое, да. Вот. Ну, обычно я захожу, все-таки где-то кто-то выскорит, кто-то чего-то. Ну, так успокоиться немножко надо, понимаете. Зайти и врываться, и кричать, и все, и что-то доказывать, и кому-то что-то говорить. Знаете, эти 10 минут, это надо для того, чтобы перевести дух, поправить самое главное, поправить все. Все, все то, что мы сейчас вот нарабатывать с вами в тренировочном процессе, вот, где-то что-то исправить и довести до ума. Вот это вот как-то доказать, как-то довести, мальчишка, если где-то это ушло. Вот. И здорово, значит, начинает. Ты что там? Вот. Я говорю, помолчи, ладно. Ну, продолжает, значит, что-то. Ну, я не выдержал, схватил штакан и запустил. Вот это неожиданно получилось. Я сам, вот, я до сих пор, ну, не имеет права. Он увернулся? Тренер так. Увернулся, спасибо. И хоть увернулся, я тут разбился. Ну, очень выигрышно. Потом это как анекдот пошел. Ну, извините, а если бы я его убью? Ну, да, естественно. Не надо так, конечно. Но, вы понимаете, тренер тоже человек, эмоции ему тоже. Это взрывная какая-то была. Какая-то взрывная такая, неописуемая какая-то реакция. Ну, это был единственный раз. Вот такая вот единственная. А так, конечно, бихали. Моментов было много, да. 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 А что делать? Первый, если еще так плавно пришли во Владимирск, в этап вашей жизни. Вот из успешного Ивановского текстильщика, команда, которая идет в лидерах, которая имеет, скажем, наверное, на тот момент лучше финансированный, лучший подбор игроков. Когда вы сейчас имеете в виду? Нет. Вот именно 87-й год, когда вы прямо в 88-м пришли в Владимир. Вот вы переходите в торпедо Владимир. Ура. Откуда ноги росли у этого перехода? Как это вообще произошло? Да, конечно, это был очень момент такой. Понимаете, я, наверное, ну, как вам сказать, я, наверное, захотел работать самостоятельно. А туда вернулся Исаев? Да. Анатолий Константинович – это великий человек, олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион, да. Он из Волгограда вернулся. Вот. А я уже как раз в 86-м году и Кубок России взял с экстильщиком. Второй раз вы ставите экстильщика? И опять, значит, оставался вторым. Мне захотелось поработать самому. Правильно это было, неправильно. Может, потом бы я и ушел выше команды. Ну, в тот момент, что, думаю, лучше я пойду работать в другую команду, но буду главным. От кого поступило предложение? Как это вообще произошло? Технически? Ну, вообще-то технически мне позвонил Чечеткин Александр Михайлович. Да. Где-то с управлением. Ну, там с управлением подсказали. Правильный путь был. Потом мне сказали, что так вот. Кто там чего-то был. Ну, уж я не накапывался, да. Ну, когда я сюда приехал, значит, был писатель спортовского комитета. Сейчас уже не помню. Ну, вы должны помнить. Мужик-то хороший. Ну, тогда я приехал на переговор. Куделькин Владимир Владимирович был. Вот, вот, писатель спортовского комитета, Чечеткин, еще кто-то. Абрамов что? Абрамов, может, Владимирович? Владимир Владимирович, по-моему, был. Абрамов. Абрамов от федерации? Да, он тогда не был еще. По-моему. Ну, вот тот из них, еще четыре человека, я помню. Вот. Они сказали, нет, давайте мы подождем. У нас десять кандидатов или девять там, где-то так. Ну, я говорю, ну, извините. Говорю, тогда мне это не устраивает. Я говорю, я в конкурсе участвовать не собираюсь. Нет, значит, нет. Я уехал. Ну, через два дня мне позвонили. Приезжаем и решили на тебя остановиться. Владимир Владимирович Владимирович, значит, поскался на нас еще раз. Что? Что вас не устраивает? Ну, что-то у них какое-то разговаривание. Ну, понятно. Что-то решали. Ну, что-то. Короче говоря, через два дня позвонили, что мы остановились на вашей кандидатуре. Вот и все. Я приехал сюда. Да. Как вы Иванова это узнали? Как встретили эту новость? Ну, Иванова как встретили, как все болельщики встретили. Очень негативно. Болельщики. Ну, когда мы приехали, их обыграли четыре. Встреча очень хорошо. Вот. Первый год, конечно, мне там ничего просто не получилось. Это тяжело. Игорь Васильевич, ну, опять-таки, вот вспоминая первые ваши матчи, вспоминая вот 88-й год, когда вы сюда приехали, в команде Владимирского торпедо звезд в принципе не было, скажем честно, положа руку на сердце. Вы знаете, когда я приехал, вот из Иванова, да? Первый раз я говорю, давайте вы ничего не говорите. Перед тренировку Валерий Васильевич Иванов, по-моему, да? Да. Потому что я его потом оставил. Вот. Кстати, мальчишка-то хороший был. Мне жалко. Ну, ладно. Вот. Говорю, я посмотрю со стороны. Я три дня наблюдал там. Там же они в зале тренировались там вверх. Ну, меня же никто не знал. Ужас какой-то был. И первый граф в Нижнем Новгороде 1.5, товарищеская. Ну, что же делать? Что делать? Работать. Работать надо. Надо работать. И вот вы потихонечку начинаете подпускать Аслоняна, Хахалева. Вот тех ребят, которые потом раскрываются. Вы знаете, я начинай с этого. Мне нужен был человек, который бы вдохновлял что ли их. Своим примером. Вот вы с чего должны были спросить меня. С чего ты начал? Я уговорил Андрюха Рядковоса приехать. На одной ноге. На одной ноге. На одной ноге уже. Да. И как он тренировался. И как он даже говорил. Даже развел. Чего вы тут все равно идите? Бегайте. Как вы его говорили? Чем вы его затащили в Аладима? Да ничем. Говорил просто и все. Честно. Ну, ничем. А чем тут затащить? Ну, ничем не затащить. И что это был Юрий Шумлеев? Да. Ну, они с Юрией. Они друзья. Ну, у меня условие такое поставил. Говорят, что со мной поедет. Я говорю, нет вопросов. Андрюха, какая разница? Я просто... Мы же учились вместе с Торпедо... Я говорю, фамилию-то иногда сейчас вот... Я знал, что такая история будет. Я бы приподнялся, посмотрел все комменты. Тоже память-то вроде хорошая, а забывается фамилия. И с Торпедо учился с нами друзья. Мы там встречались. И с Андрюхой Коусе встречался, когда еще учились и так далее. Понимаете? И я знал. Потом, когда я был в сборной, тоже мы приходили на игры. Мы что-то тренировались. Поэтому вот так вот. Через друзей, через чего мы с Андрюхой встретились, поговорили. Он говорит, мне бегать ты уже. Я говорю, да ты не тренируйся. Ты понимаешь, ты выходишь ты просто... Он говорит, я же не могу. Понимаете? Это и имя. Он просто приедет, по болельщикам со счетов приехал. Хромачивый сюда приехал. И вот за Редкоусом, за Шумлиным, потянулись все эти остальные наши владимирские ребята? Да конечно. Нет, ну конечно. Тренировка-то... Тренировочный процесс мы поставили. Естественно. Надо было убедить, надо было работать. Надо было просто сопеть в две дыры. А что делать? Да. Все. Исключили два касания. Только в одно, только в одно, только в одно. Только в одно касание. Только в одно касание. Только в одно касание. Все тренировки только в одно касание. Кто поддерживал команду? Тракторный завод? Город? Область? Поддерживали все. Я бы сказал, на тот момент, конечно, больше всех приложил руку Куделькина Владимир Ивановича и Абрамов Владимир Борисовича, царство небесного Борисовича Владимир Ивановича. Это, конечно, люди. Гришина, я не говорю. Гришина, в первой встрече, когда меня привели, Куделькина Владимир Ивановича, Течеткина, Михайловича, знакомиться с Гришиной, ну, здравствуй. Ну, следующий раз будет встреча такая, когда ты докажешь, что ты тренер. И все. Открыто, вот ты просто сказал. И встретиться мы с ним только через полтора года. И уже потом, какое бы совещание, представляете, 30 человек, и вдруг я там, ну, щелку, а, стоп, на футбол, все сидят. Вот это было, представляете, это такая помощь была. Ну, какая там, это все было, понимаете. Мы же, вот форум, элементарно, форум. Бери пять тракторов, приезжай в Польшу, вот тебе. Бартон, денег нет. И по тем временам команда очень часто выезжала за границу. А это уже личные связи были. Юрий Васильевич Пиново. Ну, да, очень часто выезжали. Ну, уезжали как могли. Даже в Турцию уехали просто на Камараде, просто отдохнуть просто. Ну, хорошо. Вот болельщики... Утонули все, ну, ничего. Болельщики, там, условно говоря, в июне 92-го года приходят на стадион, на матч с Ураланом. Да. В ожидании команды мастеров... А мы из Турции не успели прийти. Из Италии. Ну, или из Италии. А, в Италии. В Италии. В Италии, да, в Игридженто. В Игридженто. И выходит, до сих пор никто не знает толком, кто такой Вахтанг Веселиани. Даже Прошин не вспомнил, хотя в одной команде вроде там. Еще кто-то. Вот итальянская поездка. Я знаю, что там было интервью, вот Александр Владимирович брал интервью, и говорили, что эта поездка нам нужна для поднятия морально-волевого духа команды. Нужна была. Для чего она нужна была? Нужна была. Надо было их... Встряхнуть. Расслабить вообще. Я не знаю, встряхнуть, не встряхнуть, как это назвать. Просто расслабить, увезти, чтобы они вообще не думали, чтобы они посмотрели, как хорошо купаться, как хорошо отдыхать. Ну, чтобы вот это заработать, надо трудиться. Вот как-то так. Но как тренер команды второй лиги Юрий Васильевич Пинов, какие у него связи, что он организует поездку в Италию? Связи? Ну, только личный контакт, то больше никаких связей. Ну, правда, вот был такой момент, мы же тогда, у нас директор был Саша Андреевич. Саша Андреевич, да? И вот у нас он хороший, а он хорошо дружил с Владимиром Борисовичем, с Абрамовым. Вот, и мы как-то вот тут собрались, я говорю, надо, говорю, вывезти команду. Вывезти. А в это время, вот как раз и приехал этот самый судья, из-за Венеджента, он там, с Италии, но он там тоже, он в судейском корпусе был, и он тут приезжал по своим делам, был, там, с девушкой, с дружью какой-то, что-то, и тут, и мы что-то с ним разговаривали, очень так вот, так, 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 а я хотел их вывезти, думаю, то ли в Турцию везти, то ли их увезти к другу, к Хорватии. Ну, смотрел, то ли в Польше, говорю, у меня там, в Лодзе тоже друзья были. Вот, куда вывезти-то? И другому предлагает, давайте я вам организую, и говорит, вот так вот разговор, как-то, ну, даже в Италию, в Италию, мы там, извини, вот, 92-й год, выехать в Италию, это, дорогого стоит. Дорогого стоит, ну, получилось, получилось, ну, почему, ну, на самом деле, разрешение, все, ну, конечно, помогали, власти все помогали, все шли навстречу, потому что, да, они мне верили, я говорю, надо, ну, раз старый, значит, надо. Хорошо, и вот этот матч, молодежь играет в ничью 1-1, и на трибунах люди говорят, ну, понятно, договорной матч. Да какой договорной, вы чего, да, там, там договорным-то, там таким договорным, а, ну, хотели же, они так хотели выиграть. Но Сулейманов забил, а потом еле-еле Уралан в конце отыгрался. Так, а Уралан-то, Уралан-то там, там, ну, как-то, я не губернатор был, там человек делал все для того, чтобы у него вот эта вот республика что-то была на первом месте. Или Уралан-то, наверное, конечно, да, и не случайно там и Дурнев оказался, и все остальные прочие, так и мы говорим, давайте, там же и деньги были, и все было, понимаете. Ну, вот, понимаете, бывают такие вот моменты, вот эти мальчишки, которые вышли, да, да, я рисковал страшно, страшно, что было бы в случае поражения? Да ничего бы не было. А чем вы рисковали? А я рисковал тем, что, понимаете, после этой поездки, если бы у нас произошел сбой в играх, вот тогда бы было, да, это, а что это, это, ничего себе, это не запикиваем, это оставляем. Отдыхать поехали, в разгар сезона, и что, приехали, провалили все, гнать тебе надо отсюда, и вообще, что у тебя в мозгах-то, ку-ку, гриняю. Еще байки с трибун, играем в 90-м году с Астрахани против Юлыгина, играем в ничью, продали за воблу. Не отложилось на голове, нет? Говорит, мальчик. Да нет, Володю, Володю я уважаю, Володька нормально, никогда такого не было, что, покойный Найденов говорит, мы Владимир сыграли в ничью 2-2, это был договорной матч. Да, Найденов мог сказать все, понимаете? Найденов мог сказать, Борман мог сказать, значит, извините, я могу еще пять фамилий назвать, которые мог сейчас сказать, Царственной Небесной, Витюшка сейчас умер, значит, это самый наш, этот, Куйбышевский. Антихович. Антихович, да, тот вообще, говорил, вообще, на одной веревке всех судьи вешать, я такого не говорил, но он не все сделал, что не было, то не было. Вот вы сейчас упомянули Фамилию Антиховичу, наверное, плавно перейдем в год 91-й, звездный год Владимирского торпеда. Для кого? Для меня самый плачевный год. Для болельщиков. Для болельщиков. А для меня? Для вас? У меня самая сильная команда была. Это была сильнейшая команда, которая сейчас... Которую растащили потом и все. Эта команда, она бы стала чемпионом России, вот сто процентов. Ну, конечно. Без вариантов. Никакого базинина с Газпромом этого бы ничего не сделают. Ну, не хватило средств у нас, вот и все. Я даже, я даже, какие бы вопросы не задавали, я вам просто отвечу сразу. У нас не хватило средств в Владимирской области, во Владимире. Просто. Халиди мне так и сказал. Нужны деньги, Юрий Васильевич. Смораловский. Но опять-таки, по слухам, был один выездной матч, где вам предлагали четыре КамАЗа, на которых можно было купить остаток сезона. Но вы отказались и проиграли. Ну, что ж теперь сделаешь? Такое, что я уродился, видимо. Несчастный человек. Не хочу ничего, ни с кем не иметь дело. А хочу играть в футбол. Ну, и до сих пор, да. Вот и все. И слава Богу. Слава Богу. Юрий Васильевич, вот как вы достигли вот этого уровня команды 91-го года? Как эти ребята стали звездами, которые потом перешли все, почти все, в высшую лигу? Как они сами по себе личности. Каждый. Каждый из них сами по себе личность. Их надо было только во единство идти и заразить одной мечтой. Быть лидерами. Вот и все. То есть вы вместе с Саверьяновым, с Течеткиным, с Ивановым создали вот этот коллектив единомышленников. Ну, конечно. Которые заразились мечтой. Все работали над этим. Все. И все вложили. Думаете, я один, что ли? Нет, мы все вместе работали. И все в одну дудудули. И мальчишки-то видели. Отдача пошла. Вот и все. Матча с Исмаралом. Весь московский бомонд собирается на стадионе Красной Пресни посмотреть, как Владимирская Торпеда проиграет с крупным счетом. И первый тайм 4-0. Только в пользу Торпеда. Что я вам могу сказать? Константин Иванович Бесков в то время вылил всех после этого матча. Вот все, о чем могу сказать. Мы просто сыграли свою игру. И потом в ответном матче дома также сыграли свою игру 20 тысяч зрителей. И даже несмотря на судейство покойного Хохрякова 2-1 победа. Да. Ну, там нас Гаврюх простил. А мы не простили. Мы не простили. Ну, все. Кстати, Сухов, Козлов, вот ребята из Иваново, которые, наверное, идеально влились в команду. Да. У того же самого Криволапова немножко не получилось. Тихонов позднее влился. Вот как вообще проходит? Причем, Смирян уж еще. Смирян. Ну, да. Чуть просто попозже. Вот как вот на самом деле понять у какого игрока это его команда? А какой игрок возможно не заиграет? Ну, как это будет? Нет, я неправильно поставлю вопрос. Надо понять, кто твой тренер. Потом поймешь, что это твоя команда. Только так. Тренер должен найти место и должен довести до ума игрока, что это твоя команда. И ты в ней лидер. И ты в ней играешь. Но у Криволапова допустим, не получилось. Не понимаете, у Криволапова нет. У нас был Хахалев. Хахалев, да. Вот. Хахалев был местный. И Хахалев был напористый. А Юрк немного тягучий. Он и повыше. Ну, и фамилия оправдывался. Себя. Ну, это я так. А я ему так и говорил. Царство на небесное Юрке тоже. Я говорю, Юрк, ты что? Я говорю, ну, что ты как? Оправдывай фамилию. Я говорю, ну, ты поживее бы. Игрок талантливый был. не вписался, вот не вписался. А ведь, думаете, что я, я ведь мальчишек-то говорю, ребят, хотите у меня играть? Приходите, чтобы без всяких ссор. А их там почему-то их не ставили даже. Представляете, как-то. А у меня было заиграть. Понятно, что 91-й год это боль на всю жизнь. Ой, это даже. У тренера, у болельщиков, у игроков. А вот насколько тренеру затем сложно собирать команду снова, поскольку там 10 человек ушли, вышли. да. Очень сложно. Иногда это невозможно. Потому что какая-то струна обрывается дождь. Что ж такое? А так трудился и вдруг на тебя. Но с другой стороны, наверное, это вот и заключается роль тренера, наставника, чтобы давать шанс людям подниматься выше. Вы понимаете, вот сейчас я смотрю, анализирую, вижу со стороны, может, не часто хожу на сегодняшний этап первый, да. Ведь почему после 91-го года, когда почти вся команда растащили, они говорят, что они ушли. Они ушли, потому что правильно, вы знаете, время было, смутные криминалы. Время было очень такое, извините, если мы, ну ладно. Нет, об этом нужно говорить, Игорь Васильевич. нечем, как говорится, по 500 рублей найдешь, какого-то спонсора, нам надо деньги. Хотя, как говорится, чем богат, тем надо. на один год приехали в Рязань, тоже у команды были проблемы с деньгами, но сзади стояли два лодки, и Борис Александрович Аверьянов покойно говорил, вот это нам дали вместо денег. До такого, наверное, тоже и доходило. давали всем. Ведь вот Горбунов сейчас помогает, строитель. Мы к нему ездили, жены торпеды, а нам две туши, как говорится, и там мясо, мальчишкам делили, картошка. Что было делать? Выживали как было? Было и такое, да, и что там, и что такое. Ездили, играли по всей области, как говорится, пропагандировали футбол, но за это вот. Ну, на самом деле, вот то, что в то время, вот сейчас на сайте тоже устанавливаю хронологию от различных товарищеских матчей наша команда, очень много команды проводила матчи по области. И это ведь не только ради того, чтобы заработать, но это была пропаганда футбола. Так это всегда было, если бы и должно быть. К сожалению, это немножко так. Почему-то. Немножко жить, немножко тугая стала, но, тем не менее, это надо делать. Это надо делать. И вот после 91-го года все равно тяжелый 92-й, чуть-чуть полегче 93-й, и 94-й мы вливаемся вот в единую первую лигу. Стоило туда соваться без денег? Это всегда стоит. Это всегда стоит. И даже кто бы меньше играть. Да без денег играйте. классом выше всегда надо стремиться играть. И ты научишься играть лучше. И будешь играть лучше. Даже когда на первую поездку во Владивосток не хватает футболистов, основной состава и черняков выходят в основе. что делать? Ради этого тоже стоит жить? В Владивосток находка, да. Мы поехали, но что делать? У нас было, да, 13 человек, Юрий Чай, 11-я. Но это та жизнь, через которую надо пройти. Игорь Васильевич, вот скажем так, наверное, такой вопрос. Вот самое яркое футбольное событие в вашей жизни? Вот что бы такого вы могли бы отметить? Как игрока? Как игрока? Как тренера? Это чемпионаты мира самые яркие, наверное. Как игрока, как тренера быть на чемпионате мира и смотреть, как лучший команды мира бьются между собой и подчеркнуть, что для себя как тренера, вот, потому что на чемпионатах мира. А, когда игроком был смотреть это все, и в 65-м году, когда от меня взяли, вы понимаете, я воучу видел пиле и жил, жил на базе Тарасовки, когда команда сборной России готовила к чемпионату мира. И мне, у меня есть автогноз и Яшина, Кавазашвили, это Логафиэта, вот они тогда, мы жили вместе. Сейчас сложно представить, чтобы со сборной России кто-то жил вместе. Да, вместе. Я же выходил, курил. И никто им не говорил, потому что нальше он будет играть как Фурцев. Ну, да. Нет, ну, это вот я, вот это выгружу, вот это как игрока, вот это мне запомнилось. Мы на другой день играли, я с текстильщиком приехал, это самое, с текстильщиком, с юношей текстильщиком приехали со спартаком, у нас все Тарасы играли, а не то, что там сборная какая-то. Ну, так вот сложилось. На другой день мы смотрели игру, когда впервые сборная России играли в Бразилии, Пеле забил триггера. Ну, тогда они два заняты, три-одинок. А в тренерской карьере? А в тренерской я уже вам сказал, это два чемпионата мира, в котором надо побывать как лучшему тренеру один из лучших тренеров, у нас 11 человек поехало на 86-м году на чемпионат мира в Мексику и потом 90-й год на чемпионат мира в Италию. То есть, конечно, это знаменательный дат. Если нам, что же мы будем вспоминать лучшие матчи, ну, это надо же, это же, они все лучшие. Они все лучшие, что ты выходишь и проигрываешь, и думаешь, а почему проиграл? Ну, это анализируешь. Вот. Может, он лучший был в твоей карьере, а ты проиграл. Так вот, ты выиграл, может, а ты сыграл плохо, а мы выиграли. А может, худший или лучше, я не знаю, как это определить, лучше или лучше. И, по-моему, это никак, никто вам не ответил. Я говорю, ой, я там завел, опять голову, вот я лучший мой матч. Ну, ничего подобного. Еще он лучший-то, чем он лучший. Вот мы сейчас находимся в раздевалке футбольного клуба «Ютекс». К сожалению, не очень все хорошо, но мы стараемся. Команда живет, команда играет. Директор старается. В чем ваш интерес? В чем? Работа в этой команде? Работа в этой команде. В чем интерес работы в этой команде? Вы знаете, сложный этап получился в жизни, когда я ушел из торпеда, по семейным обстоятельствам, очень был тяжелый момент, только бизнес, то есть, было много всяких раппетей, и, в конце концов, я оказался здесь. Но, сами понимаете, футбол, все-таки есть футбол, посидеть, как говорится, просто ничего не делал, но я не мог. И вот, уже нам знакомы, была там в клубе, Каверина, здесь недалеко Каверина, я говорю, хоть только детей хоть я соберу. Ну, вообще, смех начало, соберу, да хоть, ну, хоть передам свой опыт, что ли. Конечно. И вот у меня там с собой все девчонки, и мальчишки, вот так видят, целый день, полгода, я с ним там, в этом, в зале. Там, ну, зал-то, как вам сказать, бывший кинотеатр, в клубе. Зальчик, ну, ну, нормально, но сейчас там, я, кстати, сейчас там занимаюсь с ними, так, два раза в неделю. Вообщественных начало, да? Нет, там уже, ну, ну, 025 старых, там, этот, Кушаков, Олег Николаевич, ну, как у нас, муниципальное образование, там, то, что мы начали выезжать, а, говорят, а как отвечать, это у нас нигде нечистый, потому что, как-то у тебя, я не собираюсь, вот что я буду тут работать, не это, потому что я поставил, там, ну, хоть на 020, ну, хоть что-то, чтобы ты мог, собственно, собрать, меня спроситься, меня спросить, да, ну, повез, детей, как, конечно, кому, пришел какой-то, дядя свой, какой-то, из-за угла, ну, все, ну, все правильно, куда-нибудь, ну, вот, где-то, и потом вдруг, вот, приезжают, Лобану Денис Николаевич, вот, ну, знакомый был у меня, хорошо, с, 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 с Архметову, с Женей, значит, мы знакомы, еще раньше, бывший коллег, в Торпедово, в Торпедово, да, встречались, там, они приехали, посмотрели, и вдруг, чтобы я возглавил, Камешковец тогда был, да, Паша, Камешковец ведь был у нас, я говорю, да, нет, ну, что, ну, я, я, как-то уговорили, не знаю, не жалеете, не жалею, я в пределе, я им помогаю, я все-то им даю, что-то, может, не додаю, ну, наверное, что-то даю, раз, уже, столько лет, поднялись, как говорится, там, с низов, так нормально, вот, в этом году, да, и мальчишки в этом году третье место заняли, тоже молодцы, вот. Ира Васильевич, кто с вами рядом, кто вас поддерживает сейчас? Сейчас? Да. Ну, у нас, вот, сейчас, образовался футбольный клуб, два года назад, вот, значит, это, ну, конечно, район, как без района, вот здесь ничего бы, все равно не было, понимаете, это, Курганский, и, директор, и завода «Ётекс», вот, и Зайцев, вот эти два человека, конечно, помогли, чтобы у нас создался клуб, большая заслуга, вот, оборудование, с которым занимался, сейчас, вот, сейчас у нас Давид, директор, вот, вот, вот эти люди, конечно, а в основном, вот ребята, которые, значит, все-таки местные, вот, к сожалению, вот, из местных, которые пришел, еще было у нас человек 7-8, понимаете, кто-то в армию ушел, кто-то, значит, бросил футбол, вот, вот, второй год, сейчас у нас все-таки, смотрите, 4 тренера, 4 тренера, то есть футбольная жизнь, она развивается, да, у нас, значит, 12-13 год, Рыжов ведет, значит, 10-11, Иван Гладышев хоть играет, занимается с ним, Давид Тывася, значит, я, ты 8-й, я еще занимаюсь, у меня 6-й, 7-й год, и уже не Рахметова, уже 5 человек, но я себя не считал, я 5-й, я 5-й, вот, был всегда здесь один, за ним, Евгений Викторович Рахметов, уже был, да, это тот, уже не было никаких детей, ничего, а в этом году мы, мы первое, какое второе место в области, в общем зачете, заняли, по области, второе место камешки заняли, это Владимир, это Муром, это Ковров, это на первом месте, а мы на втором. Тренер Пьянов, будет поднимать планку? Прям планку поднимать, вы понимаете, меня радует то, что вот здесь, вот, вот, даже вот на этом, вот, не до конца устроен, все-таки у нас два поля, то все-таки есть, вот, но до конца еще быть-то не устроен, вы же видите, да, у нас не хороших душ, душ хорошего нет, не хороших раздевалок хороших нет, стараемся, и администрация старается, в лице, я говорю, Роман, все, ну, пока что вот так, вот, конечно, мы обеспечены формой за счет завода, формой, мячами, это большое дело, инвентарь все-таки у нас есть, мы надеемся в одну форму, хотя, звучит как-то, если взять, ну, сами понимаете, торпеды взять, надо взять, ну, о чем ты сейчас говоришь, это я вам говорю, ну, вот все услышали, о чем ты говоришь, нет, но мы видим любительский футбол, когда даже из чемпионов области, иногда футболисты играют в разных формах, в одной команде, так что это тоже, по большому счету, серьезное достижение, ну, ну, да, конечно, достижение, это неплохое достижение, но, все-таки я считаю, что, как где-то мы не дорабатываем, все равно, понимаете, ну, конечно, не дорабатываем, очень много не дорабатываем, ну, 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 что такое, вот, вот, мы привезли, вот, даже вот этот, вроде бы, не нужно это, поле, оно вот в год пролежало, мы никак не можем постелить, а куда его стелить, на самом деле, вот, а там нам нужны средства определенные, конечно, хотя, как у нас, сейчас вот с этим коронавирусом, он, конечно, нас подкосил, но, многие подкосили, целый год не можно хотя бы даже постелить, мы сделали квадрат там 40 на 30, представляешь, что-то 8 на 8 можно играть там, а сейчас это развивается, и у нас было уже, уже что-то было, что-то было, да, понимаете, да, ясно. Коллег, я знаю, что узурпировал все вопросы, Александр Владимирович, можно несколько отвлеченных вопросов, конечно, вы можете их потом что угодно сделать, Юрий Васильевич, много рассказывали, с кем вы учили, с кем это, а с кем-то из коллег в стране, тренеров поддерживаете сейчас отношения, контакты? Ну, больше нет, я только поддерживаю, наверное, вот с Лоховым, это из Зенита, Миша Лохов, он там сейчас в юношеском футболе, вот сейчас ездил туда, Хохлов, вы знаете, восьмого года, там они выиграли, в первом месте заново, да, ездили, а с Мишем мы-то как вот поддерживаем, отношения, все, но я по-другому не уезжаю, не уезжаю, не уезжаю, но больше всех, вот он задал вопрос, я ответил, а так больше ни с кем, да, вот, ну, в Риге там, ну, вот так, созваниваюсь, но я так не общаюсь, вот так вот, я тут понимаю, в чем суть вопроса, но нет, так, и несколько экспертных вопросов, которые всех вот здесь присутствующих, интересуют, как эксперт, как вы считаете, российский футбол в мировом рейтинге свое место занимает? Интересно, вот, вот вы, молодец такой, вот, в рейтинге, наша пресса, какое место занимает? Свое или не свое? Рейтинге? Владимирское? Свое. А, Владимирское? Да. Никакое. Как никакое? Занимать же какое-то место. Нет прессы, вообще не стала прессы, как таковой, которая должна отвечать каким-то определенным задачам и вопросам, нет такой прессы. Саш, ну хорошо, второй вопрос задаю. Значит, вот, седьмой мяч лучшего игрока, Месси. А вот в мое мнение Ливандовского. А я тоже с этим согласен. Нет, ну понимаете? Я считаю, что это неправильно. Так и Месси так считает. Вы понимаете? Но если в Месси, он бы так считал, сделал фэрплей, отдай Ливандовскому. Ну не может. быть один человек на протяжении десятилетия быть сильнейшим и лучшим. Да он может быть. Он гений, он может быть. Здесь вот я как раз не согласен. Он может быть. Но на сегодня, вот на этом этапе, этого года, этот был сильнее. Ну что там говорить-то, Месси. Ребят, ну это, это, это объективно, мое мнение, сугубо личное. Никого я ему не навязываю. Это чисто. Так же, как я вам больше скажу, в какие-то годы, когда Месси признавали, из вратарей можно было, из той же Германии признать лучшим. А Рэддит к нашему футболу да упал. Ну мы свое место занимаем, 50-е, 70-е. Мы должны, конечно, быть выше. И мы были выше, но мы потеряли за этот год. Почему? Почему? А потому что потому. Вот и все. Почему? Потому что, понимаете, может быть, ну как вам сказать, вот мы выиграли, провели, вернее, не выиграли, а провели очень и неплохо чемпионат мира 2018 года. И мы, как наша натура, мы как-то на этой волне, мы так и живем. А все подтянулись, все как-то, как-то напряглись, что ли, а мы расслабились. Ну и соответственно, а жизнь этого не прощает. Поэтому мы опустились ниже. Могли, еще ниже, да уж ниже некуда. Ниже некуда, наверное. Поэтому мы должны где-то повыше быть вместе, ну на сегодняшний день, я думаю, 20-го хотя бы, ну не на как, или на 54-го, извини. Скажу вам больше. Все время говорили, что у нас нет футболистов, нет никого. Пришел хидинг, и мы стали чуть ли не звездами. Да, ну пришел хидинг. Вот вы говорите, 91-й год. Почему? Ну доверили мальчишкам. Они за два года, они окрепли, они показали результат. И здесь то же самое, здесь работа тоже началась из-под, ну пришли все эти, все эти, Аршавины, все эти, значит, эти самые бомбардиры наши, да? Каржаков. Каржаков, да. Вот, Белединовый и так далее. Ну коллектив-то все почти одногодки. И они выстрелили, и правили, они хотели, они горели. Вот и все, ну что тут непонятно, ну все понятно. Ахидинг, ахидинг молодец, он их объединял, он им доверил. Вот и все, доверие это большое дело, это стимул большой. Иногда тренер говорит, вот, а я не знаю, как смотивировать. Ты им доверяй. Ты просто доверяй. Он еще ничего не сделал, он еще сам не знает, что он может, а ты ему доверяй. Вот и все. Одному, второму, они заиграют. Они просто, понимаешь, был воробушек без крыла, а крылышки появились, он уже орвом становится, а? Вот и вообще вопрос, который вам не понравится. Чего не хватает, я открыл ко всем вопросам. Чего не хватает Владимирскому торпеду для более удачной игры, на ваш взгляд. Вы редко были, но ходили на несколько матчей. Чтобы ответить на твой вопрос, это надо быть там. Нормально ответить. Ну, визуально хотя бы. Визуально я могу ответить, я могу, я могу, только свое личное мнение, но это мнение будет, как тебе сказать, неправильным, что ли. Знаешь, почему оно будет неправильным, Саша? Потому что я не знаю, что делается в команде. Ну, ты. Да. Я смотрю, мне не нравится, как играю. Смотрю тренировки, вроде все делают правильно. Понимаешь? А почему тогда мы не выстреливаем? Ну, почему? Ну, мы должны, мы должны это, понимаете, вот как вот домик, кирпичик, кирпичик устроится, и в конце концов красиво получается, да, и он не шатается, не падает, а он стоит. Значит, у нас фундамент был хороший, сделан, он не падает. А красота, а это уже изящество и творчество каждого из нас. Так и в футболе. Вот мы фундамент хороший сделали, мы заложили основу, пусть она, как говорится, на физике, как говорится, все держится, основу. Мы создали, и после этого мы создали, и объединили коллектив, а последняя пирамида, это наши головы, это мотивация, это психология, вот эта пирамидка, а вот здесь нам что-то не хватает. Ну, может быть, я не говорю, что у нас плохой сейчас фундамент, торпеда, но фундамент, знаете, какой, ну, как тебе сказать, не домашний, что ли, фундамент, он есть фундамент, он такой, он такой, не очень устойчивый фундамент. Почему? Ну, это не ко мне вопрос, это вопрос уже тренерскому штабу. Вот вы сказали, 91-й год. 91-й год. Там у нас исключительно почти свои были. Я ведь Ивановский тоже своими считаю, потому что я Владимир Иванов, я не различаю, я там 25 лет работал, я 25 лет работал. И мальчишки, если они пришли ко мне, они отдавались полностью игре. Тот же Суха, тот же Козлов, человек много с ним был. Остальные-то все свои. Ну, кто-то приехал там, ну, основа-то, основа-то, основа-то была своя вся. Владимир сказал, я не говорю, что сейчас надо делать ой, сейчас он все умолен. Нет. Мы же говорили, с чего начали. Средка усы начали, а то в Москве и Вичем. С чего начали. А остальные все прилепились, и так и мы лепили этот фундамент. Ну, что не хватает, опять-таки, я не знаю, ротация большая, значит. Опять же, это мое мнение со стороны. Почему это ротация, не знаю. 2001 год. Выходим, значит, меня опять позвали, выходим откуда? С Золотого Кольца. Еще, кстати, нигде не упоминает Серега Груздов. А Серега начальник команды был, целый год со мной. Мы с ним общались, знаете, же все. Да нет, я просто там, раз уж мы затронули, как тоже строится все это дело. И опять же, потихоньку, потихоньку, мы чуть Динамо, петушкаем, сыграем ничью, и мы выпускаем этот Рыбинск, несчастный, впереди себя, или там, Рыбинск, да. Был дело. Все. На последнюю минуту Тихон забивает голову, у меня чуть инфаркт не хватило. Из-за чего? Из-за петушков мы чуть не вылетели, и не выйдем. Опять еще, опять ковыряться где-то, чего-то. Каково это? А, ляпать на ходу, конечно, как это? Сляпаешь? Не сляпаешь? А мы сейчас тут меняем, там меняем, здесь, значит, пробуем, берем своих, пусть же их выбрасываем, и Тишкин жизнь. Ну как? Ну возьмите, пусть мальчишки, пусть они, пусть они там, я не знаю, пусть они годик-то поварятся здесь, в команде, в команде, пусть варятся, варятся, но варятся не с теми, с такими же, которых приглашаем со стороны, они такие же, они должны быть выше, наглубо. Опять же, это мое мнение, что, может, сейчас, может, все по-другому, я не знаю, но я не думаю, что все по-другому. Да, я думаю, что приобретут все. Извините, своя тарелка дома, она есть своя тарелка дома, и она тебе роднее будет, эта тарелка, чем ты ее привезешь из Китая, она и расписанная вся, и что? Красивая будет, китайская, красивая, но не родная. Еще вопросы? Измучили ветерана. Да меня что-то, я не измучу еще. Я вас не возьму. В любом случае, Юрий Васильевич, огромное спасибо. Да, Саша. Вот до 80-ти, выведем Камешковский футбол. Если мы проводим с тобой до 80 градусов, что-нибудь, то мы точно догоним. И перегоним. Да, шутка все, ребят, конечно. Ладно. Огромное спасибо, Юрий Васильевич. Да. Огромное спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...